В школьной столовой, как всегда, суета. Во время завтрака, обеда и особенно сегодня. Впервые вместе с супом и салатом ребятам подают пельмени. Много здесь. Очень большая получается. Можете показать? Это 240 граммов. Примерно за сколько вы их начали варить, чтобы успеть? Они всплывают, а потом 5-7 минут, и они уже готовы. Подзаливаем их маслом и подаем на работу. Первыми пробуют хорошо знакомые многим, но непривычные для школьного питания блюда ученики начальных классов. Успешно справившись с супом, сегодня это рассольник, ученики приступают к пельменям. Обеды в столовой подают в течение нескольких перемен, чтобы к приходу учеников все блюда были готовы, и особенно пельмени. Пельмени поварам приходится заранее и строго по технологии приготовить еду. Пельмени после всплытия готовятся 6-7 минут, так как нам нужно их еще выловить, поставить их на раздачу. За 15-20 минут мы начинаем готовить уже пельмени. Нас на первой пельмене покушало 10 классов, это где-то около 200 человек, и мы отмолили где-то 35 килограмм пельменей. 32-я Матищинская школа – одна из многочисленных. Здесь обучается больше двух тысяч ребят, и больше половины из них каждый день завтракают и обедают в образовательном учреждении. У нас есть холодильное оборудование, где можно хранить пельмени в таком большом объеме, а школа у нас очень большая. Пельмени сегодня были приготовлены по технологической карте. Наши сотрудники все внимательно изучили, посмотрели, и вот вы увидели, какие приятные эмоции испытывали наши дети. Приятные эмоции испытывали не только дети, но и их родители. Многодетная мама Жанна Беликова уже не первый раз дегустирует школьные обеды. Здесь учатся двое ее сыновей, поэтому ей важно знать, что едят ее дети вне дома. Рассольник – это прекрасный суп. В меру соленый, в меру жидкий, в меру всего. А что скажет Жанна о пельменях? Очень вкусно. И даже вижу маслицем, панилием. Сливочное? Да, я, конечно, дома так не делаю. Я в виде супа, но чтобы с бульончиком было. Сливочное? Да, да, да. Ну, детям очень понравились пельмени. Это, конечно, для них будет огромная радость. Все-таки все должно присутствовать. Я против бургеров и колы, но вот это все должно быть, я считаю. Кроме горячих завтраков и обедов, у ребят есть возможность перекусить свежей и ароматной сдобой. Ее специально выпекают каждый день для любителей пирожков и булочек. Станут ли пельмени обязательными в рационе питания школьников? Покажет время. Пока пельмени протестировали учащиеся десяти мытищинских школ. И первые отзывы подтверждают, что при правильном приготовлении это блюдо может отвечать всем требованиям детского питания. С учетом особенностей подросткового организма, физических, умственных и эмоциональных нагрузок. Юлия Федорененко, Андрей Капустин. Первый мытищинский. Юлия Федорененко, Андрей Капустин.